Я хочу, чтобы этот ролик был со мной. Нет, не тут. По другую сторону камеры. Привет, мои любимые морковочки! С вами American Project и я, Настасья. И сегодня я бы хотела поговорить о очень щепетильной для меня теме, о очень личной теме, о том, как я худела. Потому что не все со мной с самого начала моего канала. Многие видели, как я делала онлайн-проект, где я рассказывала о том, как я худею, следили за мной, как я в стране каждую неделю на один килограмм знают мою историю до этого проекта. Но сегодня, чтобы обобщить все это, я расскажу вам полностью. В итоге я похудела на 20 килограммов. Как ты пришла к тому, что ты поняла, что, блядь, все, надо худеть? С самого детства я была помпушкой, у меня есть в полноте, как говорится, широкая кость. Когда ты толстеешь, и потому только запаха булочки, меня оскорбляли, унижали, называли толстенькой. Была причина. Я и правда была пухляшкой, не по своему возрасту. Я любила пушить у бабушки пирожки. В принципе, в семье был некий культ еды. И мне это не очень нравится в любых странах, что когда свадьба, ты ешь. Рождение ребенка, ты ешь. День рождения, ты ешь. Масленица, ты ешь. Поминки, ты ешь. И в итоге я насмотрела с этих фитоняшек в группах и в пабликах ВКонтакте и поняла, что я хочу быть такой же. И пошли-поехали разные диеты. Я перепробовала, наверное, все диеты, которые есть в интернете. Те, которые были написаны и в паблике 96-90, и нетипичная анорексичка. Я худела на любимой, на питьевой, на гречки я сидела неделями. И потихоньку сбрасывала все меньше и меньше и меньше килограммов. С каждой диетой. Это естественно. И я сбрасывала, и она же набирала эти постоянные зажоры. И ты снова себя не любишь, и ты снова худеешь. Тебе было сложнее это делать больше психологически или физически? Что такое физически? Ну, физически на плане, что ты недоедаешь, и тебе очень тяжело. Однажды я села на диету, которая называется АБЦ, которая расписана по калориям. 50 дней, калории там минимальные. Минимальные. Буквально один день 500 калорий, другой день 200 калорий, 100 калорий, 300 калорий и так далее. Естественно, я не ела батончики, я ела кучу овощей, капусты, курицы, но все равно было безумно сложно, чисто даже физически. Потому что энергии не хватало от слова совсем. Я ходила по стеночке, я падала в обморок. Я ходила в спортзал и занималась там по 4 часа. В общем, на диете АБЦ я специально не взвешивалась 50 дней, специально. И когда я стала на весы, у меня было минус 10 кг. А потом снова срыв, потом снова плюс эти же 10 кг, подобавочку к ним еще 5, и все снова по новой. В поиске новой диеты, которая с каждым разом помогает тебе все меньше и меньше. В голове у тебя творится вахханалия, потому что ты считаешь себя уже убогой, ты считаешь себя жирной, которой ничего не поможет, и снова садишься на диету. Почему ты сорвалась? Почему я сорвалась? Да, ведь ты прошла такой долгий путь, ты 50 дней худела-худела, и ты, наверное, отдавал себе чё, что если ты сорвешься, ты наберешь те же самые 10 кг, или ты не понимала этого? Ну, как можно было не сорваться? Как можно всю жизнь жить вокруг, когда тебя окружают кучу вкусных чизкейков, тебя окружает курица-грей, пицца, вкусное мороженое? Ты просто будешь себя каждый раз этим ограничивать? Да, я себе даю отчет в том, что и правда есть склонность к полноте, есть какие-то привычки, какие-то тараканы в голове, и мне просто придется всю жизнь, на протяжении всей жизни в чем-то себя ограничивать, и при этом заниматься очень усиленно спортом. Иначе всё, ты будешь пухляшкой, и общество просто тебя не примет. У тебя есть зависть к людям, которые едят и не полнеют? Ну, такая вот, ну, зависть прям такая. Я всегда во всём ищу плюсы. И я понимаю, что вот эти люди, которые в школе едят и не толстеют, они в будущем, когда родят ребёнка, когда станут постарше, их метаболизм испортится, и они всё равно начнут толстеть. А я вот уже сейчас знаю, как не толстеть. А они вот как раз вот подустокую вот западню. Они едят чипсы, в которых кучу-кучу там ешек канцерогена, крахмала. Они едят всякие, пьют газировки, в которых очень много всяких химозных веществ. И многие из моих знакомых, которые едят и не толстеют, они просто посадили себе желудок. У них сейчас гастрит. А я та, которая должна следить за тем, что я ем, наоборот, ограничиваю себя вот в таких вот вредностях, вкусностях и держу свой организм, так сказать, в форме. У меня организм очень здоровый. Поэтому завидую ли я этим людям? Думаю, что завидую. Потому что они просто, они не думают, у них нет такой проблемы. У них есть проблемы ипотека, у них есть проблемы, то, что нужно собаку быстрее поехать домой покормить. Есть проблемы там, что умерла бабушка. А вот этой проблемы похудения у них нет. Но я понимаю, что как таковой проблемы в обществе, это и нет похудения. Это просто общество навязывает нам быть очень худыми. Извините, я не была там огромной бомбой, жирной-прижирной. Я была не жирной, я была нормальной. Просто не худой, как это видно на обложках журнала. Что такое America Project? Ну, изначально нужно рассказать про историю. Нет, я придумала. И вот так раз за разом, раз так 10, это было плюс 5 килограмм, минус 5 килограмм. Плюс 10, минус 15. И все, я поняла, что с каждым разом мотивация становится меньше. То есть нет уже мотивации выглядеть, как на картинке вот этой вот обложки. Нет мотивации там влезть вот в это платье. Вот нет и все. Нет мотивации понравиться мальчику, потому что я же взрослая, зрелая личность. И я нравлюсь мальчикам по другим критериям. Правда же? Сиськи. Мотивации не было. И я решила, что последней мотивацией, можно сказать, такой экстравагантной, станет то, что я разденусь на камеру, покажу свой лишний вес, свои бачка, свой целлюлит и циферку на весах. И я начала проект America Project, собственно, с чего нашелся и мой канал. Хорошо. Как ты худела на своем канале при всех? Мне это очень помогало психологически, потому что я понимала, что я уже задала посыл, так сказать, в интернет, я выложила этот ролик и пообещала худеть. Худеть на один килограмм в неделю. И я должна была уже исполнить некое обязательство перед своими зрителями, чтобы они каждую среду открывали мой канал и видели новый ролик. Чтобы они были уверены, что я снова похудела на один килограмм, чтобы они были уверены, что я им расскажу, как я это сделала. Ну, ты преподнесу в таком шуточном неком виде. И это была хорошая мотивация, что обратного пути у меня просто не было. Также я себе в течение всего проекта каждую неделю ставила новые цели. Например, мне нужно было влезть в платье, которое носила на выпускном. Параллельно с этим я участвовала в группе для похудения в конкурсе денежном. Я заняла первое место и выиграла 20 тысяч рублей. Это очень круто. Я поняла, что если я достигну определенной цели на весах, я найду себе татуировку, что я и сделала. И вот эти маленькие цели, маленькая мотивация, а огромная мотивация – это мои зрители, и привели меня к этому успеху. Но, в конце концов, я похудела, рассказала все, что я могу рассказать, и поняла, что мне больше нечего рассказывать, и похудение уже стало мне неинтересно. Я не хочу, чтобы это было смыслом моей жизни. И я начала снимать уже обо всем и другом, что вы сейчас видите на моем канале. Все подряд, просто обо мне. Кого-то мотивирует зеркало, кого-то мотивирует подписчики, как тебя, например, кого-то мотивирует еще что-нибудь, может быть, это какие-то проблемы с детства или еще что-нибудь. Так все-таки основная такая вот вещь, которая тебя подтолкнула к похудению – это именно, так скажем, мотивация и ответственность перед своими зрителями. Это самое глупое. Потому что, по идее, тебе должно мотивировать собственное здоровье, чтобы ты не запыхался, когда поднимаешься на пятый этаж. Чтобы у тебя не было проблем со студами. Чтобы у тебя было здоровое, полноценное тело. Твое тело. А почему-то людей должно мотивировать какая-то одежда, мнение окружающих или же денежный приз, например. Самый твой пик, когда ты похудела, сколько ты весила тогда? Ой, 55 килограммов. Хорошо, 55 килограммов. Мне некомфортно в этом теле. Хорошо, но давай все-таки про 55 поговорим. Ты же замечала себя в зеркале, что ты уже другой человек. Нет, на самом деле другого человека не было. Очень многие девушки думают, что они добьются определенной цифры, и их жизнь полностью изменится. Фик-то там, их жизнь абсолютно не меняется. Их окружение не меняется, образ жизни не меняется. Если ты не худеешь на 100 килограммов. Они вот чего-то ждут, когда действовать надо здесь и сейчас. Я не стала другим человеком. Я бы сразу сказала, стала более несчастной. Почему? Потому что это постоянное раздумье о калориях, о том, что ты сегодня съешь, о том, что надо еще похудеть, о том, что вот тут все равно есть какая-то складочка или кусочек там целлюлита. Это очень несчастная жизнь. Люди так счастливее не становятся. В плане уверенности, когда ты выходишь на улицу, ты понимаешь, что на тебя начинают засматриваться уже парни, не так, как раньше. Мотивацию дальше не полнеть, а это вот вообще не про это. Потому что, в общем, ничего не меняется. Если я надену каблуки, обтягивающие платьишко и распущу волосы, то парни также на меня будут смотреть. Потому что, мол, аппетитные формы. Конечно, немножко сковывает то, что когда ты надеваешь джинсы и оттуда сваливаться бачка, и ты, конечно, не будешь надевать облегающую кофточку, а наденешь такой балахон, чтобы этого не было видно. Конечно, ты уже сядешь и будешь вот так вот свой живот под себя подминать, думая, что там еще что-нибудь вылезет. И смотришь там, когда ты сел на стул, не расплылись ли у тебя ляжки. Вот это вот немножко некомфортно с этим жить. Когда ты в сексе думаешь, что парень там заметит, что у меня сейчас живот до пола достает или нет. Вот с этим некомфортно жить. Вот мне кажется, стоит исходить из другого. То, чтобы изменить образ мышления. То, что это нормально. Мы не должны быть, как на обложке журнала. Мы не должны думать каждую минуту о том, что я сегодня съем. Ты должен быть просто в голоде и есть, когда ты в голоде. А не впихивать себя, когда у тебя какой-то зажор. Все подряд. Потому что у тебя какие-то проблемы на работе, на учебе. Или, может быть, ты будешь ездить за компанию. Потому что сейчас друзья вот едят в компании, поем и я. Хотя ты не голоден. Или, может быть, ты пришел к бабушке, бабушка тебе предлагает блинчиков. Еще и еще впихивает. А ты ей просто не можешь отказать. Зачем так жрать? Немножко вот образ мышления стоит поменять. Я хочу это сделать в своем будущем, потому что я знаю, что я обречена на то, чтобы постоянно следить за своей фигурой, за своим весом, за образом жизни и за калориями. Но я этого не хочу. Давай сменим нотку, вот эту грустную нотку и поменяем все-таки на более что-то веселое. Что ты меня любишь таким, какой конец. Да, давай скажи что-нибудь своим подписчикам, вновь пришедшим людям на твой канал, старым подписчикам, которые только-только сегодня открыли, например, это видео. Я очень хочу, чтобы вы любили себя, чтобы вы не слушали, что говорят ваши тупые парни или глупые друзья. У меня есть в моем голодном человеке, иди сюда. И он меня во всем очень сильно поддерживает. Он очень высокий как бы, ему надо присесть чуть-чуть. Иди. И даже если я набираю 5 килограммов, он не тыкает мне пальцем, не говорит, фу, я тебя брошу. Фу, я тебя брошу. И не уйдет от меня. Я знаю, что ему придется смириться с тем, что у меня есть склонность в полноте, что я люблю есть на ночь пиццу. Он тоже любит, и с пиццей мы иногда ее заказываем. Он тоже потолстел чуток. Но он знает, что придется, может быть, ему есть чипсы втихаря, чтобы я, так сказать, не завидовала ему. Ему придется покупать мне абонемент у спортзала. Или вставать утром, чтобы поддерживать меня и бегать со мной в лесу, например. Правда, Нюк? Ну, я, в общем-то, этим и занимаюсь. Да, я очень хочу посоветовать всем, всем девочкам, может быть, даже и мальчикам, чтобы они в первую очередь любили себя и принимали себя такими, какие они есть. Любить себя – это не значит принять себя, типа, я толстенькая, и я вот такой себя люблю. Любить себя – это значит постоянно хотеть себе лучшего. То есть, если я себя люблю, я не буду впихивать этот мусор в себя. Консервы, чипсы, сосиски. Я же люблю себя, зачем буду себя это впихивать? Любить себя – это пить себе выжатые соки, есть больше овощей, есть хорошее мясо с фермой, а не купленное в магазине. Вот это вот любить себя. А когда ты любишь себя, живешь в гармонии с собой, все становится вокруг хорошо, в том числе и твоя фигура. А вот главное – то, что у нас в башке творится. Какую-нибудь уже нотку такую на подседке скажи, такой «Та-да!» Просто про положительное скажи и все. Все. Любите себя, как и я вас люблю. Выходите из зоны комфорта, плюйте на мнение окружающие, главное помните, чтобы жить и радоваться, нужно всего лишь жить и радоваться. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok